Здравствуйте, друзья! Сегодня я бы хотела поговорить с вами о такой проблеме, как прыщи, которые, в общем-то, мучают не только подростков, но часто и взрослых, зрелых людей. Давайте попробуем разобраться, в чём же причины их возникновения. Ну, начнём сразу с того, что бывают внешние причины, но их мало. Это может быть какой-то кожный клещ, заражение какие-то бактериями, но зачастую причины прыщей, они намного глубже. Сами прыщи, они как вершина айсберга, то есть это только симптом. А сама причина, она глубже намного, она глубже у нас в теле. И, собственно говоря, всё упирается в работу наших выделительных систем. Если что-то не в порядке с какой-либо из выделительных систем, будет там мочеполовая или пищеварительная система, это там дыхательная система, это тоже выделительная система. Тогда кожа начинает им помогать. Вот так вот. Выделяя токсины на свою поверхность. Собственно говоря, как с прыщами бороться? Бороться с ними не надо, потому что мира войной не достичь. Прежде всего нужно гармонизировать себя. Проявление прыщей на теле, это как раз связано с характером. Это проявление гнева, это проявление агрессии, склонность критиковать, ну, склонность осуждать. Может быть, это действительно так, потому что в своих исследованиях крови, у меня есть хороший микроскоп, и я очень часто смотрю качество крови в зависимости от разных условий. Так вот, я заметила, что действительно в зависимости от нашего внутреннего состояния качество крови очень меняется. Соответственно, если человек постоянно сердится, конфликтует, то, несомненно, у него кровь будет не на высоте, и эта кровь токсичная, густая, она не сможет питать нашу кожу, проникать в капилляры, так как это нужно, и, естественно, кожа будет страдать. Давайте попробуем разобраться, что же нужно сделать для того, чтобы кожа очистилась и была хорошей и ровной, красивой. Ну, прежде всего, конечно, действие наших выделительных систем зависит от нашего питания. Если количество поступающих токсинов больше того, что могут выделительные органы вывести из тела, то, несомненно, они будут накапливаться и, возможно, проявляться на коже. Отсюда вывод, что нужно провести хорошую чистку или детоксикацию организма. Как это можно сделать? Ну, самое первое, мне кажется, это наладить питьевой режим. Хотя об этом очень много говорится, но мало кто действительно, наверное, прислушивался к этому совету, и зачастую я вижу в микроскопе ужасную загущенную кровь, потому что люди считают, что если они выпили чай или они выпили кофе, то они, ну, или даже съели супа, им кажется, что они пополнили свой водный баланс. Но, к сожалению, это не так, потому что если мы пьем стакан кофе, кружечку кофе, то тратим вдвое-втрое больше воды из своего тела для того, чтобы это кофе вывести. Поэтому питьевой режим рассчитывается следующим образом. Минимум 30 мл на каждый килограмм веса. Там уже сами посчитайте. В среднем это 2-3 литра. Выпивать большую часть воды нужно в утреннее время, желательно до завтрака. Можно прям пол-литра выпить. 1-2-3 кружечки воды. И постараться в первой половине дня побольше пить. Почему не вечером? Потому что незачем совершенно напиваться водой на ночь, чтобы почки интенсивно ночью работали, и мы бегали постоянно в туалет. Это не даст ничего хорошего, тем более будет очень беспокойный сон. Также необходимо согласовать режим питья с режимом питания. Никогда не пейте во время еды и после еды. Потому что если вы запиваете свою пищу, вы разбавляете желудочный сок, и пищеварение будет просто на таком низком уровне у вас происходит, что, боже мой, чем это чревато? Пища просто не будет перевариваться, она будет гнить, и эта вся гниль вылезет, собственно говоря, на кожу. Ну или в других проблемах. Например, вы заболеете каким-нибудь гриппом. Это тоже не столько вирус, сколько проблема в накоплении токсинов. Что же говоря про питание? Ну это, несомненно, фавориты красивой кожи. Это фрукты, которые содержат в себе витаминизированные... Витаминизированные... Которые содержат в себе очень много витаминов. Витамин. Вита это жизнь, то есть то, что нам дает жизнь. Несомненно, это овощи. Овощи улучшают работу кишечника, они его чистят. Ну и, конечно, фаворит кожи это зелень. Потому что ничто не чистит наш кишечник, ничто так не влияет на состояние нашей микрофлоры, как зелень. Зелени в рационе должно быть достаточно. Я считаю, что здорово будет съедать какой-нибудь салат, который содержится очень много зелени. Разнообразные. Это может быть шпинат, салат, петрушка, укроп, кинза, рукола. Всего не перечислить. Оттуда же, собственно, выйти и получать минералы. У нас просто сейчас какое-то среди блогеров повальное увлечение советовать и разнообразные витамины. Конечно, если у вас уже совсем убитый организм, может быть и стоит какие-то витаминки пропить из аптеки. Но имейте в виду, что те витамины, которые продаются аптечные, которые в фармацевтической компании сделали, они даже сотую часть не содержат того богатства витаминов, которые есть в природе. Самое главное, что когда мы едим свежие фрукты, овощи, зелень, мы получаем витамины в таком количестве, которое нам нужно. Какие-то мифические нормы потребления витаминов придумали фармацевты для того, чтобы продавать их. Это не значит, что нам действительно нужно сколько-то миллиграмм в день. Мы все разные. У нас разная не только масса, тело, характер наш, от чего, кстати, тоже зависит усвоение. У нас просто у всех абсолютно разный свой, сложившийся из нашего питания, из нашего быта, механизм пищеварения. Кто-то может из одного яблока усвоить очень много, а кому-то надо съесть килограмм. То есть это все очень индивидуально. Слушайте себя, слушайте, что вам нравится кушать, что вы хотите есть больше. Но это не касается полуфабрикатов и продуктов, содержащих какие-либо консерванты. На данный момент сложилась такая ситуация, когда люди свято верят, что есть йогурт из баночки и магазины, и это такое великое благо для твоего организма. И очень мало кто задумывается, что для того, чтобы хранить эти йогурты, молоко, в них добавляются антибиотики и различные консерванты также. Молочные продукты из магазина давно перестали быть полезными. У меня была такая ситуация, мне подарили молочный гриб. Ну, просто знакомый отдал, чтобы он мне там жил. Я на этом грибе заквашивала молоко, прекрасно стряпала там различные пирожки, тортики, замечательные. В общем, все было до тех пор, пока покупала молоко у знакомой. Это ее коровки. А когда стала просто магазинным молоком заливать этот гриб, он сначала заболел очень сильно, ну и потом скончался. Я, конечно, поступила очень жестоко, но провела на нем такой эксперимент. В конце концов, вот эти все грибы, они и надоедают, это его долго пить невозможно, да и лучше есть фрукты, овощи и быть здоровым, пить воду. Еще немножко о крови. Хотелось бы с вами поговорить, что действительно от качества нашей крови зависит очень много. Если кровь красивая, если в ней много плазмы, она насыщена водой, каждая клеточка построена из микроэлементов качественно, она красивая, круглая, свободно в этой плазме плавает, проникает во все клетки тела, несомненно, то у вас будет очень высокий иммунитет, будет очень мало проблем с внешностью, или, возможно, их вообще не будет, то есть не будет никаких. Если у вас качественная кровь, у нее много плазмы, и каждая клеточка, каждый форменный элемент крови плавает в ней, как звезда в небе, как в космосе он плавает, клеточки красивы, то, несомненно, это отразится на вашей внешности. Качественная кровь способна проникать в самые мелкие капилляры и питать ваше тело, каждые органы, вашу кожу. Я покажу вам видео более-менее качественной крови, которую, кстати, сейчас очень сложно найти. И в то же время современные традиции питания связаны с употреблением большого количества полуфабрикатов, жареных, говорят, нет, не ешьте жареное, это одни токсины, они влияют на качество крови. Вы только что видели хорошую, нормальную такую кровь, с которой можно жить, иметь хороший иммунитет и вообще, в общем-то, даже не болеть. С такой кровью можно и нужно. А теперь посмотрите на кровь, среднестатистическую человеческую кровь. Причём, знаете, бывает иногда не всегда, конечно, токсичная какая-то кровь, проблемы с системой выделения отражаются на коже. Уже бывают люди, которые едят, в общем, боже, что они едят, и у них на коже это никак не отражается. Но, как правило, это связано, во-первых, с хорошей генетикой, то есть им дано довольно крепкое тело, они могут пользоваться до поры до времени, пока уже оно не износится. И потом возникает момент, когда всё, возникают очень серьёзные заболевания, поэтому девушки, парни, любите свою кожу, если она бросает вас там прыщами, постоянно на неё вылазит, скажите ей спасибо, потому что она, может быть, спасла вам жизнь, она выводит эту гадость, помогает внутренним органам и защищает вас от каких-то более серьёзных заболеваний. Кожа это очень большой орган, её выделительная способность, в общем-то, колоссальна. Пока ходила за зарядкой для камеры, забыла, о чём я вам рассказывала. Кажется, что-то про кровь, про питание. В общем, сейчас на YouTube очень много прекраснейших девушек, блогеров показывают свои макияжи. Я смотрю и смотрю с удовольствием, это просто шедеврально. Мне очень нравится, что каждая из них делится своим опытом, как они ухаживают за собой. И здорово, что намечаются тенденции, близко к здоровому, к хорошему питанию, и что за ними тянутся люди, стремятся им подражать. Но давайте опять же коснёмся макияжа. Сейчас искусство макияжа достигло такого уровня, столько разных свит, что там консилеров, того сего, ты намазал, весь замалывался. Просто колоссально. Можно, там, я не знаю, слона спрятать. Недавно у Марии Уэй, я видела видео, где она свои прятала следы от ветрянки. Это супер. Это, конечно, супер, но, опять же, я уверена, что Маша, та же Маша, она не ходит так каждый день. Всё-таки такие тонны косметики, это скорее сценический грим, это творческий образ, это для какой-то вечеринки, для какого-то там свиданца, для чего-то такого. Но всё-таки есть некоторый переизбыток косметических средств, если это использовать каждый день. Но ведь есть люди, которые действительно страдают проблемой акне, и которые таким образом пытаются решить эту проблему. Нет, это, конечно же, не решение проблемы. Проблема, она внутри нас. Насколько я вспоминаю, бабушек и вообще старшие поколения, и даже по словам очевидцев, которые знали их молодыми, у них не было столько таких проблем, и им просто не нужно было всей этой косметики. Ну, действительно, если у тебя шикарная, гладкая кожа, красивые волосы, разве ты будешь на себя тонную мазать какого-то накежа? Нет, это просто не нужно. Далее в своих видео я постараюсь рассказать вам больше о питании и о некоторых проверенных средствах натуральных для борьбы с акне. Всем добра, красивой, чистой кожи, отличного настроения. Любите себя! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!